24 мая во всех славянских странах отметили День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествением святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян и создателей славянской азбуки. Праздник масштабный, ведь на сегодняшний день в мире насчитывается около 60 народов, чья письменность основана на кириллице. Здравствуйте, с вами программа «Русская культура. Истории О». Язык, объединяющий начало разных культур. В последнее время к этой мысли обращаются все чаще. В Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина на международной конференции «Славянский мир в прошлом и настоящем. Языки, литература, образование» по горячим следам обсудили актуальные вопросы языкознания. Эта конференция, как и все мероприятия, проводимые в 2015 году, связана со столетием нашего вуза, старейшего вуза Рязани. Но, конечно же, наша конференция, являясь традиционной, проводится в дни и в годы, связанные так или иначе с именем академика, нашего земляка по отцу и деду Измаила Ивановича Срезневского. Он был перевезен родителями в Харьков в двухмесячном возрасте. Его отец, профессор Иван Евсеевич Срезневский, был основателем кафедры древних языков и российского красноречия в Харьковском императорском университете. В 14 лет Измаил самостоятельно поступил на философский факультет этого университета. А в 15 лет, как студент второго курса, с группой университетских товарищей, успешно занялся изучением и сбором этнографических материалов в Запорожье. Под его руководством выпущено семь сборников запорожской старины. Эту работу высоко оценили Гоголь, Шевченко и многие другие писатели и историки Украины. В 29 лет Срезневский был направлен Министерством народного просвещения России в трехлетнее путешествие по славянским землям. Он стал не просто исследователем-собирателем, изучавшим славянские наречия. Он, по словам современников, стал послом мира, призывал народы изучать культуру и языки друг друга, дружить и всячески содействовать миру в Европе. Мы гордимся своим музеем. Его материалы сейчас актуальны, как никогда. Музей знаменитого ученого, расположенный в здании филологического факультета Рязанского государственного университета имени Есенина – результат 20-летней работы многих людей. Нина Васильевна, заслуженная учитель России, 40 лет преподавала русский язык в школе, теперь работает в ВУЗе. И вот уже долгие годы пытаются собрать и сохранить. Павить о великом ученом-филологе, нашем земляке. Русский язык – это, наверное, самая главная принадлежность государственности. Об этом сейчас и в дни славянской письменности, и практически в течение всего года мы говорим. Потому что то, что сделал Срезневский в деле славянского объединения, в деле изучения славянских языков и культур, для того, чтобы наши народы были дружны, чтобы наши народы друг другу помогали в течение полутора столетий, сейчас же это очень актуально. И то, что он сделал, практически никому в науке не удалось. А мы вспоминаем с достоинством и честью, что это наш земляк. Он покоится по своему завещанию в селе Срезнево, в нашем Рязанском крае. В этом небольшом помещении – срез культуры двух столетий. Этот музей первый в России, посвященный жизни и творчеству великого ученого-языковеда. За свою жизнь Измаил Иванович Срезневский написал почти четыре сотни работ и стал создателем полного словаря древнерусского языка. Он объехал всю страну, разыскивая, изучая и сравнивая письменные источники XI-XIV веков. Не случайно до сих пор его признают величайшим полиографом. Специалистом, изучающим историю, письма о закономерности его развития и памятники древней письменности. Между тем, признайтесь, далеко не каждому знакомо даже имя великого земляка. В настоящее время юбилеи празднуют уже труды Срезневского. Его мыслям об истории русского языка не так давно исполнилось 200 лет. Тем более удивительно, что уже в ту эпоху, когда не каждый был знаком даже с грамотой, Измаил Иванович понимал, что культуру народа нельзя изучать в отрыве от языка. Вообще надо понять, что язык – это такая форма, которая включает в себя все – и культуру, и историю. Если мы знаем язык, если мы изучаем язык, мы непременно касаемся истории и культуры. В свое время, я чуть-чуть вернусь к Срезневскому, в свое время, когда после славянских путешествий очень активно в России началось вот это славянское движение, потому что пять ученых из России изучали славянскую культуру для того, чтобы создать кафедры славянских наречий в пяти русских университетах. И тогда даже царь заволновался, что, вы знаете, наверное, вы что-то внесете, какую-то смуту, а вдруг что-то пошатнется. И тогда именно Срезневский сказал, мы изучаем историю славяноведения, мы изучаем вообще развитие славяноведения только филологическим путем. То есть показалось, что мы изучаем только наречия, но любой историк и культуролог тогда порадовался, потому что действительно изучая, в том числе и наше русское наречие, оно же огромное количество наречий и языков в нашей России, и каждый историк и культуролог порадовался тому, что действительно именно через язык мы все познаем. Вопрос очень важный. Он остается практически главенствующим. И все чаще проходят конференции, которые объединяют и языковедов, и культурологов, и журналистов, и историков, и археологов, и полиографов. Потому что, во-первых, для Срезневского это все нераздельные науки. Он считает, что это как раз то, что достигает совершенства в познании своего народа, язык, культура и так далее. Когда Срезневский на три года отправился в экспедицию, целью которой было изучение языка и культур славянских народов, он так и не сумел попасть в Болгарию, потому что это были годы османского ига. Он до последнего предпринимал попытки, ведь основной целью его было не только изучить, но и объединить. Помимо научной миссии, Срезневский взял на себя миссию дипломата и сделал шаг в сторону объединения славянских народов. Два единства, фрагмент. Единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней. Что значит для нас объединить? Понятно, что мы не сможем объединить весь славянский народ в одну организацию. Невозможно знать всех лицов, равно как и наладить взаимодействие со всеми. На это и сотни жизней не хватит. Если мы хотим, чтобы славянский мир стал единым целым, начнем относиться к нему как к единому целому. Русский язык – это великое достояние нашего русского народа, которое нужно любить, хранить и развивать. Я встречалась с очень многими учеными именно разной направленности, то есть продолжателями дела Срезневского. И они говорят о том, что действительно это очень важный аспект. Мы никогда не воспитаем человека, даже мы можем, так сказать, вложить в него знание языка на уровне вызубренной грамматики, синтакси и так далее. Этого не может быть, потому что язык – это прежде всего отражение нашей культуры, нашего языкознания, диалектологии, если хотите, знания народных говоров и так далее. Все это важно. Я отработала в школе почти 40 лет учителем русского языка. Здесь вот в университете я 8 лет работаю. И уже работаю со студентами и на более таком высоком научном уровне. И мне все равно, когда приходят первокурсники, мне кажется, мы что-то в школе им не додаем. Потому что к языку надо воспитать прежде всего любовь, уважение. Надо научить, может быть, и даже каждого педагога говорить, общаться на своем родном языке. И не стремиться с 5 лет вести, изучать иностранные языки, не погружая ребенка в свой собственный. То есть то, что хотел Срезневский увидеть в русском человеке – это знание языка через свою классику, через классическую литературу. Русский язык, он прекрасен, он уникален. И никто и ничто не может его испортить. А загрязняется наша речь, то, как мы владеем языком. И что нужно для этого сделать – любить, знать, изучать. Конечно же, опять-таки, красиво на нем говорить. Нина Васильевна не случайно сделала акцент на том, что в нашем с вами распоряжении бесценные клады – классическая литература. Сергей Есенин не только поэт-классик, но поэт, чье имя и чье песенное слово любима во всем мире. Есенинская весна – фестиваль, который проходит в нашем городе уже в 11-й раз, тому очередное подтверждение. На этот раз сами организаторы называют фестиваль особенным. В год литературы исполняется 120 лет Сергею Есенину, 100 лет вузу, носящему имя великого поэта, 920 лет Рязани и 85 лет славному десантному училищу. Столько знаменательных дат в жизни города одновременно. Вот и на Есенинскую весну в этот раз приехали участники из 16 регионов России, 55 вузов страны и гости из Италии и Франции. Есенин – поэт не только России, но и всего мира. Его стихи переведены на 150 языков народов мира. И каждый народ находит в нем что-то свое. Немцы и австрийцы называют его русским Моцартом, англичане – русским Гамлетом, французским или русским Франсуа Виньоном. То есть, как во всяком великом поэте, в нем есть общечеловеческое начало. Поэтому он так интересен читателям, почитателям поэзии всего мира. Наш народ отличается духовно-творческим началом. И каждое молодое поколение на самом деле подтверждает эту замечательную репутацию нашего российского многонационального народа. Поэтому так много творчески мыслящих молодых людей приезжает к нам на Рязанскую землю, которую мы называем Есенинской столицей России. Почему я решил прийти сюда? Потому что литература поистине на самом деле важна. Это часть нашей истории. История, она испокон веков была важна для всех. Уже на следующий день после смерти великого поэта новости о трагедии напечатали во всех итальянских газетах. Во время борьбы с фашизмом одной из любимых песен итальянских партизан была положена на музыку есенинская песня о собаке, переведенная на итальянский язык. В итальянских оперных театрах можно услышать оперу Пугачев по поиме Сергея Есенина. Почетный гость фестиваля Стефана Кабелла и сам пишет музыку на стихи русского поэта. История Стефана Кабелла Мой профессор университета Верония на филологическом факультете. Я учился в Есенина и мне очень понравился. Есенин очень знаменитый поэт в Италии. Перевели песни Есенина и так далее. И даже по телевидению выступает Есенина. Я первый раз здесь. Я желаю всех успехов, потому что надо сохранить память поэзии, стихотворений и надо продолжать читать, потому что это, ну, не будет будущее без прошлое. Одним из самых трогательных, даже трепетных моментов в день открытия фестиваля стал телефонный звонок. Борис Иванович Жаворонков, ветеран Великой Отечественной войны, в 1939 году он начал карьеру десантника. Борис Иванович всего на 30 лет моложе Сергея Есенина, но голос его звучит удивительно звонко и бодро. Есенинская весна – это возвышенный праздник души, праздник разума, праздник добра и света, праздник созидательной работы. Сам Сергей Есенин говорил, я более всего весну люблю. Рязанская земля, давшая миру великого поэта Сергея Есенина, земля блинная, вечерная. Гости Есенинской весны увидят, что рязанцы – люди талантливые, душевные. Увидят и рязанцы, что их гости тоже люди талантливые, душевные. В этом наша сила духа, наша красота, помыслов и чувств. Он очень живой человек был, очень сильный и на самом деле глубокий. У него есть ирония, практически все. Поэтому, когда я прочитал его стыки, я думаю, что все могут найти себя на этой стыке. Стихи Есенина читали мы в окопах, хранили, как патроны и махру. Строки и стихотворения рязанского поэта-фронтовика Бориса Живоронкова. Классика, поэзия, родное слово всегда были духовным орудием русского человека. Любите и оберегайте родной язык. С вами была Марина Комиссарова. Субтитры создавал DimaTorzok